Девушки отдыхают 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 трубы энергомаша, этот завод. И я хочу поднять вопрос, который меня очень удивляет и напрягает. Вот мой папа рассказывал, что когда он пацаном катался на велосипеде вдоль забора НПО Лавочкина завода, который, кстати, делал ту самую несчастную Луну-25, и вдруг у него у забора сдулось колесо, стоило ему только остановиться, через минуту подъехал товарищ майор на лазике и вежливо спросил, нужна ли помощь. Помог с колесом и проводил мальчика подальше от секретного завода. И, конечно, когда умер СССР, пришла свобода Ельцин-демократии секретов, как я поняла, больше не стало. Вокруг совершенно секретных химкинских заводов прям вплотную ведется застройка. Прямо вот в паре сотен метров от испытательной трубы завода энергомаш прямо сейчас вырыт котлован и строятся апартаменты. Вот как же так, друзья? Я уверена, что наверняка компетентные органы не в курсе, или просто новые реалии еще не дошли до местных властей и до соответствующих органов. Наши подмосковные заводы должны быть защищены, и вокруг них должны быть как минимум запрещено новое строительство, а как максимум снесено все то, что построено, в послесоветские времена установлены зенитные комплексы и радары ПВО. В общем, необходимо совершенно серьезно подойти ко всему этому, потому что мы живем в новой реальности. А что касается моего замечательного проекта «Мы живы», он также регулярно продолжает выходить на Первом канале по будням примерно в 12.45. Да, Ютуб у меня снесли уже несколько раз, но мы уже смирились с этой новостью. Я сейчас веду свой РУТУБ, тоже Марьяна Наумова у меня там канал, и также телеграм-канал Марьяна Батьковна, где там около 83 тысяч подписчиков, каждый свой сюжет. А, я подписан, хороший канал у вас. Очень приятно. Марьян, ну, мы про проект это еще, конечно же, поговорим, но здесь, конечно же, вы затронули такие вопросы, которые нас всех не могут оставить неравнодушными, но вот, во-первых, по поводу вот этих навыков. Вот Алена пишет мне, а я согласна с Марьяной, что навыки выживания, медицинской подготовки нужны, каким образом я, как родитель, могу повлиять на ситуацию, куда звонить или писать. И, в общем, я тоже вам хочу сказать, Марьяна, да, а давайте вместе подумаем, а куда мы можем звонить или писать, кому обращаться. На уроках НВП вроде бы в старших классах собираются вот это вот, вводите то, о чем вы рассказывали. Они собираются очень давно, это надо делать прямо здесь и сейчас, я не уверена, что прямо сейчас можно, например, повлиять на все школы, да, но там подойти к учителю, ну, там, классному руководителю, к директору, я думаю, родители в состоянии, потому что зачастую, ну, инициатива даже приходит не сверху, а вот больше я замечаю, что вот от учителей, директоров, да, то есть не зов, а там от родителей. В любом случае, если вы получите какой-то там отказ, да, вот курсы медицинской помощи на самом деле стоят не очень, как бы дешево, если есть возможность, лучше пройти всей семьей, обучить это своих друзей, своих близких. Если такой возможности нет, открывайте YouTube, вводите оказание первой медицинской помощи, наложение жгута. На самом деле это все банально очень непросто, просто нужно это приобрести и несколько раз потренироваться. И этого в целом уже будет достаточно. Также снабдить домашнюю аптечку, она называется прикроватная аптечка, всем необходимым вот эти жгуты, кровоостанавливающие, ваши, ну, те медикаменты, которые нужны лично вам, аптечка обязательно в машине, вот, ну и желательно, конечно, с тобой что-то носить, но это такое уже, дело случая, скажем так. А еще вот вопрос, хочется помочь вам в ваших начинаниях, как это сделать, как с вами связаться. Ну, Марьяна, речь идет, конечно же, о гуманитарной помощи, которую вы оказываете, да, и которую бы мы все оказывали, если бы понимали, а нам-то что делать? Да, давайте я расскажу. Ну, во-первых, конечно, наш проект регулярно продолжает оказывать помощь, даже если это где-то как-то не освещается, в любой прифронтовой поселок, куда я приезжаю, мы обязательно привозим гуманитарные наборы продуктовые, где входят продукты, средства лично-зигиены, медикаменты. Для многих может показаться, да, продукты, вот что, казалось бы, их привозить, везде вроде бы есть магазины, но туда, куда мы ездим, магазинов нет, транспорт не работает, и выходить из дома лишний раз, это, ну, подвергать свою жизнь опасности. Поэтому мы выбрали для себя гуманитарные продуктовые наборы, которые закупаются постоянно, я лично их фасую и развожу людям. Также мы недавно в поселке Старая Брикетная, это в районе, ну, это Петровский район Донецка, который уже 9 лет находится под обстрелом, там есть такой небольшой поселочек Старая Брикетная, в котором тоже ни магазины, ни аптеки, ни транспорта, ничего, и регулярные обстрелы. Но там, на удивление, работает стоматологическая клиника, представляете? Молодцы какие-то. Вот, но туда было прямое попадание в крышу, и из-за дождей, погодных условий эта крыша начала проседать, и если бы к осени эту крышу не прикрыли, скорее всего, он бы, эта стоматологическая клиника бы провалилась, придавила бы кого-то, но, в общем, закрылась. Почему-то власти никак не отреагировали на это, там, завхоз во все двери стучалось, мы приехали, сняли об этом репортаж, как бы тоже отклика не было, и мы решили своими силами и силами моих, там, друзей, подписчиков, зрителей, оказать помощь этой клинике. Там уже были некие стройматериалы, стройматериалы от этого, от волонтера одного. Вот, и мы нашли бригаду, которая будет трудиться в этом Петровском районе под обстрелами, но они там и так трудятся, просто их очень сложно выкрасть у них время, потому что там очень обширный объем работы перекрытия крыш. Докупили стройматериал, и за два дня мы перекрыли эту крышу, вот, благодаря, как бы, нашим друзьям, подписчикам, которые выделили на это средство. И теперь крыша стоит, я надеюсь, что она будет стоять, люди работают, зубы люди чинят, не надо даже выезжать в город, то есть мы сделали уже огромное-огромное дело. Конечно, мы не можем всем крыши перекрыть, но вот такие случаи, которые прям из ряда вон выходящие, мы стараемся их обеспечивать. И вот недавно я тоже снимала с сотрудников Донбассгаза, это на самом деле героические вообще мужики. Вы мне неоднократно, кстати, да, говорили, да, да, да. Мы с ними также выезжали и в Киевский район, и в Петровский район, районы, которые каждый день в новостных сводках находятся под обстрелами. Эти героические мужики выезжают без абсолютно какой-либо экипировки, без бронежилета, без каски, без бронированных машин, устраняют последствия прилетов, там, утечки газа, все это ремонтируют. Там были и трагичные случаи гибели сотрудников. И меня, конечно, поражает, что эти люди работают без средств какой-либо защиты. Почему-то тоже никто как-то не отреагировал на мои просьбы. Я вот хочу своими силами и силами своих друзей, зрителей закупить экипировку для сотрудников Донбассгаза. Это бронежилеты противоосколочные, которые весят немного, но действительно могут людям спасти жизни, потому что они так же, как и военные, зачастую находятся на линии фронта. Вот. Поэтому, если вы хотите принять участие, там, финансово, либо же у вас там завалялся бронежилет, такое тоже бывает. Можете мне попередать его лично, либо там оказать эту помощь финансовую. Все реквизиты у меня есть на моей странице ВКонтакте, Марьяна Наумова, страничка с галочкой, и Марьяна Батьковна в Телеграме. Вот. Если у вас есть... Ваш Телеграм-канал Марьяна Батьковна, правильно? Потому что здесь вот наш слушатель просит еще раз его повторить и пишет. Спасибо вам за правду, Марьяна. Вы самый честный военкор, с уважением. Только не подписавшийся товарищ нам. Очень приятно. Спасибо. Не знаю от кого это. Марьяна, ну что же, вы знаете, вот от... Сколько будем мы с вами в эфире говорить, столько раз я буду вам выражать свою искреннюю благодарность. И в том числе и от наших слушателей за все то, что вы делаете, в том числе и вот в зоне СВО. Благодарю вас. Я надеюсь, не последний раз с вами общаемся в нашем эфире. Спасибо большое. Марьяна Наумова, военный корреспондент и четырехкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу была на прямой связи со студией Радио Спутник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова